Что делает молитву недействительной? Далее перечислено то, что делает молитву недействительной. Первое. Лишние слова. Недействительной станет молитва того, кто во время ее совершения позабывчивости или сознательно будет говорить то, что не имеет отношения к молитве. Указанием на это служит хадис, в котором один из подвижников сообщает. «Однажды, когда я молился вместе с пророком, кто-то из присутствовавших чихнул, а я сказал, да помилует тебя Аллах. После этого люди стали бросать на меня осуждающие взгляды, и я воскликнул, что вы так смотрите на меня. Тут они принялись хлопать себя руками по бедрам, и увидев, что они стараются заставить меня замолчать, я рассердился на них, но все же умолк. А когда посланник Аллаха закончил молиться, он обратился ко мне, и не видел я ни до, ни после него такого наставника. Клянусь Аллахом, он не накричал на меня, не ударил и не обругал, а только сказал, «Поистине, во время этой молитвы не годится произносить ничего из того, что обычно говорят люди. Молитвы – это только прославление и возвеличивание Аллаха и чтение Корана», – передал имам Муслим. Сподвижники сообщают, «При жизни пророка, алейиссаляту ассалям, мы сначала разговаривали во время молитв, и человек говорил своему товарищу о том, что ему было нужно. Так продолжалось до тех пор, пока не был ниспослан аят, в котором говорится, «Совершайте молитвы неуклонно, особенно среднюю молитву, и стойте перед Аллахом благоговейно». Коран сура 2, аят 238, после чего нам было велено молчать, – передал имам Аль-Бухари. Один из подвижников сказал, «Сначала, когда мы приветствовали пророка, занятого молитвой, он всегда отвечал нам, но после того, как мы вернулись от Негусы, эфиопского правителя, и обратились к нему с приветствием в подобных обстоятельствах, он не ответил нам». Закончив же молиться, пророк, алейиссаляту ассалям, сказал, «Поистине, Аллах велит, что пожелает, и теперь Он велел, чтобы вы не разговаривали во время молитвы». После этого Он ответил на приветствие и сказал, «Поистине, словами, которые следует произносить во время молитвы, являются только слова Корана и поминания Аллаха Всевышнего. И поэтому, если ты занят молитвой, произноси только эти слова», – передали Абудауд и Аннасай. Лишние слова делают молитву недействительной и в таких случаях, когда человека принуждают говорить, или когда он произносит их по ошибке, если он хотел приступить к чтению Корана, но вместо этого произнес что-либо из обычных слов людей. Молитва не станет недействительной, если человек скажет что-либо помимо своей воли, например, в том случае, когда он окажется не в силах подавить кашель, чихание или отрыжку, при условии, что он ничего не добавит к тому, что в силу естественных причин произносит чихающий, кашляющий и так далее. Однако иногда прочищение горла может быть необходимо для того, чтобы дать другим понять, что человек занят молитвой, или указать имаму на допущенную ошибку. Сообщается, что Алида будет доволеном Аллах сказал, «Обычно я приходил к посланнику Аллаху алейиссаляту ассалям в определенное время. Когда он был занят молитвой, я просил разрешения войти. После чего он откашливался, и я входил. Если же он был свободен, то позволял мне войти, говоря что-либо». В другой версии этого хадиса сообщается, что Али сказал, когда пророк был занят молитвой, он произносил слова «Свят Аллах, Субхан Аллах», «Я заходил», передали Анна Саи и Ибн Маджа. К числу слов, делающих молитву недействительной, относятся и такие мольбы, которые сходны с обычными словами людей, и которых нет ни в Коране, ни в Сунне, если подобными мольбами можно обращаться к рабам Аллаха, например, «О Аллах, даруй мне такую-то одежду» или «такую-то еду». Если же в Сунне есть примеры обращений с такими мольбами, или если о подобных вещах рабов Аллаха не просят, тогда они не делают молитву недействительной. Примером может служить следующая мольба. «О Аллах, избавь меня, прости меня и даруй мне средства к существованию». Молитву делают недействительные вздохи, когда молящийся говорит «Ах» или «Ох», или же произносит иные междометия, причиной которых являются боль или воспоминания о каком-нибудь несчастье. Громкий плач не делает молитву недействительной, если человек плачет, вспоминая о рае или аде, поскольку такой плач подобен мольбе о милости и прощении. Сообщается, что иногда посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, молился плача, из-за чего и звук груди доносили звуки, подобные звукам, которые издает кипящий котел, передали Абу Дауд и Аннасаи. Если же плач вызван болью или воспоминаниями о каком-нибудь несчастье, тогда он делает молитву недействительной. Если человек будет испытывать столь сильную боль, что не сможет сдержать слезы, его молитва не станет недействительной, поскольку то, чему невозможно противиться, является простительным. Молитву делают недействительной любые слова, которые молящийся произносит, отвечая кому-нибудь, даже если они подобны таким словам, произнесение которых во время молитвы узаконено шариатом. Примером может служить произнесение слов «Субханаллах», в том случае, когда молящийся слышит какое-нибудь радостное или удивительное известие, или слова «Ла хауля вала кувата илля биллях» «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха», который он произносит, услышав какое-нибудь дурное известие, или благопожелание чихнувшему, если молящийся скажет ему «Ярхамук Аллах, да помилует тебя Аллах». Молитва станет недействительной, если человек подскажет что-то кому-либо, кроме имама, поскольку это подобно обучению, во время которого используются такие слова. Здесь имеется в виду такой случай, когда один человек намеренно подсказывает другому. Если же в ходе молитвы молящийся намеревается приступить к чтению Корана, и получается так, что его чтение случайное, становится подсказкой другому, молитва не станет недействительной, как и в тех случаях, когда подсказывают имаму. Объясняется это тем, что в случае необходимости человеку должно поправлять свою молитву. Подсказывание же имаму способствует достижению этой цели. Передают, что однажды во время молитвы посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, допустил какую-то ошибку. Закончив молиться, он спросил одного из подвижников, молился ли ты вместе с нами? Тот ответил, да. Тогда пророк, алейиссаляту ассалям, воскликнул, так что же помешало тебе подсказать мне? Передали Абу Даут и Аттабарани. Также молитву, как и Амавини, делает недействительный и громкий смех. Второе. Множество лишних движений. Молитва становится недействительной в результате совершения многочисленных действий, не имеющих отношения к молитве или совершаемых не с целью исправления допущенных ошибок. Лишние действия считаются многочисленными в том случае, когда человеку, который смотрит на молящегося со стороны, кажется, что он не совершает молитву. Если же сторонний наблюдатель не может определить точно, совершает человек молитву или нет, лишние действия считаются немногочисленными, за исключением таких случаев, когда они совершаются не менее трех раз. Малочисленные лишние действия считаются простительными, поскольку избежать совершения таких действий трудно. Если женщина, которая во время молитвы держит на руках ребенка, станет кормить его грудью, это сделает ее молитву недействительной. Если же она будет просто держать его, не совершая многочисленных лишних действий, ее молитва недействительной не станет. На это указывает хадис, в котором сообщается, что посланнику Аллаха, алейиссаляту ассалям, нередко случалось молиться, держа на руках свою внучку. И перед совершением земного поклона пророк, алейиссаляту ассалям, опускал девочку на землю, когда же он поднимался, то снова брал ее на руки. Передал имам Аль-Бухари. Недействительной станет и молитва человека, который не по своей воле сделает три шага из-за того, что кто-нибудь его толкнет. Молитва станет недействительной, если молящийся пожмет кому-либо руку, чтобы поприветствовать человека. Если же молящийся ответит на приветствие, сделав знак рукой или кивнув головой, его молитва недействительной не станет. Сообщается, что один из подвижников сказал, «Однажды посланник Аллаха послал меня с одним поручением, и я догнал его, когда он находился уже в пути. Я поприветствовал его, и он ответил мне жестом. Закончив же молиться, он подозвал меня и сказал, «Ты обратился ко мне с приветствием, когда я был занят молитвой». В другой версии этого гадиса сообщается, что пророк, алей-иссаляту ассалям, сказал, «Поистине, ответить тебе мне помешало лишь то, что я был занят молитвой», – передал имам-муслим. Недействительной станет молитва того, кто поприветствует кого-либо, даже если молящийся произнесет слова приветствия по невнимательности. Молитва не становится недействительной в тех случаях, когда человек одной рукой надевает на голову чалму или снимает ее и кладет на землю. Недействительной станет молитва того, кто, совершая ее, ударит кого-либо, поскольку подобные действия являются либо следствием конфликта. Если же молящийся ударит верховое животное, чтобы оно сдвинулось с места, его молитва недействительной не станет, но лишь при том условии, что он сделает это три раза подряд. Если молящийся возьмет камень и бросит его в птицу или животное, его молитва станет недействительной. Если молящийся один или два раза почешет тело, каждый раз поднимая для этого руку, его молитва не станет недействительной, поскольку такие действия считаются немногочисленными. То же самое относится и к такому случаю, когда молящийся чешет тело многократно, если он совершает такие действия не одно за другим и не во время одного и того же столпа молитвы. В противном случае молитва становится недействительной в силу совершения многочисленных лишних действий. То же самое и касается такого случая, когда молящийся обмахивается одеждой или веером. Человек может обмахнуться один или два раза, но если он будет продолжать обмахиваться непрерывно, его молитва станет недействительной. Действия сердца не делают молитву недействительной, если они не сочетаются с телодвижениями. Так молитва не станет недействительной, если во время ее совершения его мысли будут где-то, в кавычках, гулять. Однако человек, действующий подобным образом намеренно, поступает дурно, так как не проявляет должного смирения. Кроме того, такой человек неподобающим образом ведет себя по отношению к Аллаху, поскольку, находясь пред ним, занимается посторонними делами. На основании того, о чем говорилось выше, следует считать, что молитва человека, который посмотрит в находящуюся перед ним книгу и поймет, что там написано, недействительной не станет. Если же молящийся будет читать Коран не наизусть, а по книге или по надписи в Мехрабе, то, по мнению Абу Ханифы, его молитва станет недействительной. Что же касается Абу Юсуфа и Мухаммада Аш-Шайбани, то они считали, что поступать так допустимо, но порицается. Если человек, к тому же, совершает многочисленные лишние действия, переворачивая страницы Корана, то такая молитва недействительна. Абу Ханифа считал, что чтение Корана по книге является изучением, что не относится к действиям, совершаемым во время молитвы, и поэтому делает ее недействительной. Исключением является такой случай, когда человек, который читает Коран по книге, наизусть знает то, что читает. В подобных случаях чтение по книге не делает молитву недействительной. На начальном этапе для постигающих молитву разрешается читать по бумаге, аяты или слова, произносимые в молитвы, пока он не выучит их. Недействительной молитвы делает и жевание жвачки. 3. Еда и питье Недействительной делают молитву еда и питье, даже если речь идет о малых количествах того или другого. То же самое относится и к тем случаям, когда человек глотает кусочки пищи, застрявшие у него в зубах, если этих кусочков много. Если перед молитвой человек положит в рот кусочек сахара и не будет жевать его, но часть сахара растворится, в результате чего он ощутит сладость, его молитва станет недействительной. Если же во время молитвы человек ощутит привкус сладкой пищи, которую он ел до молитвы, это не сделает молитву недействительной. Если человек, который желает совершить молитву, ощутит, что его рот не полностью очистился от кусочков пищи или остатков питья, желательно прополоскать рот, поскольку известно, что однажды, выпив молока, пророк, алейиссаляту ассалям, прополоскал рот и сказал, ведь оно содержит жир, передал имам Аль-Бухари. В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, саллиллаху алейиссаляту ассаляма, сказал, полоскайте рот после молока, передал Ибн Маджа. Этот хадис указывает не на обязательность, а на желательность полоскания, поскольку в другом хадисе сообщается, что однажды пророк, алейиссаляту ассалям, выпил молока и помолился, не прополоскав рот и не совершив омовение, передал Абудауд. Четвертое. Несовершение одного из столпов молитвы. Недействительной станет молитва того, кто не совершит одного из ее столпов, например, поясного или земного поклона. Молитва становится недействительной и в том случае, когда молящийся до таслима завершение молитвы, не совершит пропущенного им земного поклона того или иного раката. Иначе говоря, земной поклон, о котором забыл молящийся, следует совершить перед таслимом, а потом, до или после таслима, необходимо совершить еще два земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности. Молитва станет недействительной, если после прочтения таслим, в последнем сидении молящийся, совершив пропущенный предписанный земной поклон или земной поклон тилява чтения определенных аятов Корана, не повторит последнее сидение еще раз. Объясняется это тем, что последнее сидение считается совершенным только при условии совершения всех прочих столпов молитвы. Молитва станет недействительной и в том случае, когда молящийся совершает один из ее столпов в полусне, поскольку бодрствование является необходимым условием действительности совершения молитвы. Малое осквернение Хадас Молитву делает недействительной намеренное осквернение до завершения всех ее столпов, но она не становится недействительной, если молящийся осквернился непреднамеренно. Здесь имеются в виду непроизвольные выделения из тела человека или кровоточения из носа. Из-за этого становится недействительной только омовение, тогда как сам молящийся остается в состоянии молитвы, если с ним не случится ничего такого, что сделает недействительной молитву. В подобных случаях ему следует сразу же удалиться в ближайшее место, где можно совершить омовение и совершить его, не отвлекаясь ни на что, кроме омовения, но потом снова вернуться к молитве, чтобы довести ее до конца. Указанием на это являются слова пророка али-и-саляту-салям. Если во время молитвы кого-либо стошнит, или у него пойдет носом кровь, или он отрыгнет, или у него станут выделяться мази, пусть удалится и совершит омовение, ничего не говоря, а потом снова вернется к молитве, передали Ибнамаджа и Аддар-Акутни. Далее перечислены условия, соблюдение которых необходимо, чтобы в подобных случаях стояние молитвы не нарушилось и ее возобновление было действительным. Причиной осквернения должны являться выделение из тела человека, поскольку возвращение к молитве после обморока будет недействительным. Осквернение должно быть непроизвольным. После осквернения необходимо сразу же покинуть место молитвы для совершения омовения. Если же после этого человек проведет на своем месте столько времени, сколько ему хватит для совершения одного столпа молитвы, его молитва станет недействительной. В подобных случаях молящемуся следует выпрямиться после поясного или земного поклона, которому предшествовало осквернение, с намерением совершения омовения, а не завершения данного столпа молитвы. А после омовения повторить поясной или земной поклон, во время которого он почувствовал, что осквернился. Человек должен совершать только необходимые движения. Так, например, если он не остановится у ближайшего источника воды, с помощью которой можно совершить омовение, его молитва станет недействительной. Во время молитвы не должно совершаться то, что несовместимо с ней. Так, например, недопустимо произносить лишние слова или обнажать аурат. Ввиду многочисленности таких условий, молящемуся лучше всего начать молиться заново, чтобы не испытывать никаких сомнений из-за расхождения ученых, которые формулировали условия действительности возобновления молитвы. Исключением является такой случай, когда человек стремится не упустить благоучастия в коллективной молитве. Обнажение аурата Молитва становится недействительной в том случае, когда четверть одной из частей тела молящегося, которое необходимо скрывать, остается обнаженной в течение определенного количества времени, если только аурат обнажается непреднамеренно. Если же молящийся обнажает аурат преднамеренно, его молитва сразу же становится недействительной отклонение от направления киблы молитва человека станет недействительной если он без уважительной причины повернется грудью не в ту сторону киблы поскольку обращение в сторону кибла относится к числу предписанных элементов молитвы в том случае когда действие молящегося могут быть чем-то оправданы например если кто-нибудь его толкнет молитва будет оставаться действительной в течение времени достаточного для возвращения в исходное состояние соприкосновение с нечистым молитва становится недействительной в случае совершения ее на чем-либо нечистом при отсутствии того что отделяло бы молящегося от нечистого истечение времени молитвы утренняя молитва становится недействительной после восхода солнце праздничная сразу же после полудня а а пятничная с наступлением времени после полуденной молитвы пятое выполнение приказов других людей молитва становится недействительной в случае выполнения молящимся приказа другого человека так если кто-либо велить человеку доносящему до участников коллективной молитвы слова имамы произносить вслух слова такбиров этот сразу же сделает это чтобы выполнить веление его молитва станет недействительной то же самое касается и такого случая когда кто-нибудь велит молящемуся пройти вперед и тот сделает это если же он поступит так по собственному усмотрению чтобы выполнить веление шариата и освободить проходящим место для молитвы тогда его молитва недействительной не станет шестое произнесение такбира в сочетании с изменением намерения произнесение такбира в сочетании с намерением перейти к другой молитве делает молитву совершаемую человеком недействительной так если человек приступит к совершению полуденной молитвы но произнесет такбир с намерением начать после полуденную молитву его полуденная молитва станет недействительной то же самое относится и к такому случаю, когда человек, приступающий к индивидуальной молитве, намеревается совершить коллективную молитву или произносит тагбир, намеревая стать имамом. В подобных случаях его первая молитва становится недействительной и считается, что он приступил ко второй. Седьмое. Ошибка в чтении Кораны. Ошибкой в данном случае именуется непреднамеренное совершение запретного, если первоначально человек намеревался совершить нечто дозволенное. В большинстве случаев человек, читающий Коран, не намеревается так или иначе изменять его слова, но бывает, что он делает это по невнимательности или в силу физической неспособности произносить слова правильно или случайно. Тогда его действие уместно назвать «залля толькари» – ошибка чтеца. Наиболее грубой ошибкой чтеца, которая делает молитву недействительной, считается произнесением того или иного слова так, что это приводит к недопустимому искажению смысла сказанного, в силу чего убежденность в этом является проявлением неверия, независимо от того, имело место изменение в чтении или нет. Объясняется это тем, что намеренное совершение этого является проявлением неверия. Если же человек читает так по ошибке, получается так, что он произносит слова неверных, а это делает молитву недействительной. Молитва становится недействительной и тогда, когда молящийся по невнимательности произносит обычные слова, которые не имеют отношения к молитве, не говоря уже о таких случаях, когда произнесение чего-либо свидетельствует о неверии. Ошибка в употреблении падежа никогда не делает молитву недействительной, в том числе и в тех случаях, когда из-за этого слова приобретает такой смысл, что человек, считающий это правильным, заслуживает обвинения в неверии. Причина заключается в том, что в большинстве своем люди не разбираются в падежах. Принуждение же их к правильному употреблению падежей создаст для них трудности. К ошибочному употреблению падежей приравнивается ошибка в произнесении согласной безудвоения, когда оно необходимо, и наоборот. Так, например, если человек, читающий «Я кана абуду ва и я кана стаин», «Лишь тебе мы поклоняемся и лишь тебя просим о помощи», Каран 41, аят 5, прочтет «Яка» безудвоения, его молитва не станет недействительной. Никогда не делают молитву недействительной, несвоевременной остановки или несвоевременное начало чтения. Молитва не станет недействительной даже в том случае, если человек прочтет без соответствующих остановок весь Коран. То же самое относится и к тем случаям, когда человек, который читает Коран, делает паузу, не произнося отдельные слова до конца. Так, например, если кто-нибудь захочет сказать «Аль-Хамду-Лилляхи», а скажет только «Аль» или «Аль-Ха», после чего сделает остановку, или захочет сказать «Валь-Ади-Ят», а скажет только «Валь-Аа», после чего сделает остановку из-за того, что запнется или забудет остальное, но потом завершит начатое или перейдет к чтению другого аята, его молитва не станет недействительной. Чтение одной буквы вместо другой не делает молитву недействительной, если в результате получается другое, имеющее в Коране слово, но смысла сказанного не изменится. Примером может служить такой случай, когда вместо «Инна-Лзалимина» Коран, сура 14, ая 22, человек читает «Инна-Лзалимуна», ставя слово «Лзалимун» в именительном падеже вместо «Винительного», или когда вместо «Валь-Арди-Вама-Тахаха» Коран, сура 91, аят 6, читается «Дахаха», Коран, сура 79, аят 30. Абу Ханифа и Мухаммад Аш-Шайбани читают, в отличие от Абу Юсуфа, что молитва не станет недействительной и тогда, когда в результате подобной ошибки произносится не то слово, которое имеется в Коране, но смысл сказанного от этого не меняется. Речь идёт о таких случаях, когда человек, который читает Коран, произносит «Куну кайямина бель-Кыст» вместо «Куну кауамина бель-Кыст» Коран, сура 4, аят 135. Что касается таких случаев, когда вместо нужного слова по ошибке читается другое слово, которое также имеется в Коране, в результате чего смысл сказанного меняется, то Абу Ханифа и Мухаммад Аш-Шайбани считали, что вследствие этого молитва становится недействительной, тогда как Абу Юсуф придерживался противоположного мнения. Примером может служить чтение «ва антум хамидуна» вместо «ва антум сами дуна» и надменно поднимая головы. Таким образом, по мнению Абу Юсуфа, молитва не станет недействительной, если в Коране имеется подобное слово, тогда как Абу Ханифа и Мухаммад Аш-Шайбани считали необходимым условием соответствия по смыслу. Если же произносится такое слово, подобного которому в Коране нет, и смысл которого далек от смысла нужного слова, то все ученые считают, что это делает молитву недействительной. Пример можно привести такие случаи, когда вместо «талаззу-ль-Ай-Уну» услаждает взоры, с межзубным «зэ» читается эмфатическое «зэ», или вместо «зарра» создал, с межзубным «зэ» читается эмфатическое «зэ», что делает молитву недействительной. По мнению Абу Юсуфа, молитва не становится недействительной в том случае, когда человек, читающий Коран, добавляет лишнее слово при том условии, что оно также имеется в Коране, даже если это меняет смысл сказанного. Если же такого слова в Коране нет, и вследствие его произнесения смысл сказанного меняется, молитва становится недействительной. Абу Ханифа и Мухаммад-эш-Шайбани считали, что когда слово произносится без одной буквы, молитва становится недействительной, если смысл сказанного меняется. Примерами могут служить такие случаи, когда слово «Халакна» мы создали, произносится без буквы «Ха», или когда слово «Джаальна» мы сделали, произносится без буквы «Джим», или когда фраза «Вама халака закера валунса» «Клянусь тем, кто создал мужчину и женщину», произносится без частицы клятвы «Ва». По общему мнению, всех учёных молитва не становится недействительной в таких случаях, когда при сокращении слова одна буква опускается, если это соответствует условиями нормам сокращений в арабском языке. Примером может служить такой случай, когда вместо «Я-Малик» «О-Малик» говорят «Я-Мак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова